Всем привет! С вами Балканский Бомж и сегодня да прямо на фоне стены. Причем не просто на фоне стены, а на фоне той ее секции, которая в ближайшем времени будет заменена. Да, как я вам уже рассказывал ранее в новостях, кусок стены, который находится вот здесь вот на пляже, по заверениям официальных лиц США, пришел в ветхость, в негодность и его пора менять. После того, как вот эту вот замечательную стену, расписанную красивую, заменят, она должна будет стать 9-ти метровой. И если сейчас вы можете подойти вот так вот и посмотреть, то неизвестно, какой будет следующая стена. Можно ли вот так точно будет подходить и смотреть, и насколько далеко она будет уходить в океан. Смотрите, кстати, классные такие кресты. Их на проволочках сюда навязали. На некоторых написано, помогите мигрантам. А что за парк дружбы, который закроют? А вот видите, наверное, вот там вот ворота во втором заборе. Вот эти вот ворота ранее до пандемии, они открывались раз в неделю, и можно было подойти прямо к стене с американской стороны. Вот теперь после реконструкции ворот вот этих вот там не будет. Тихуанские власти заявляют, что в городе сейчас от 700 до 1000 бездомных и пытаются выселить их с улиц города. Выселить их, конечно, пытаются не в жилье, а просто прогнать с улиц. Все грустно и печально. Ну и, честно сказать, по моим впечатлениям, количество они занижают в разы. Впрочем, это мое личное мнение. Кто я такой, я не считал. В минувший понедельник было приостановлено действие программы «Оставайтесь в Мексике», по которой периодически мигрантов из латиноамериканских стран зачастую оставляли ожидать в Мексике решения американской миграционной службы по их беженским кейсам. Это привело к тому, что резко увеличилось количество запросов убежища, особенно от мигрантов с Граити, которых в последнее время много. Причем это происходит не только прямо на границе, но и через благотворительные организации и шелтеры, которые помогают им заполнить документы. Еще бы, конечно, им надо ловить момент, пока эта программа снова не заработала. Будем надеяться, что отмена не временная, а постоянная, но пока что говорить об этом рано. Наш чудесный 2022 год бьет рекорды. Рекорды по отказам во въезде в США на официальных пунктах пропуска. А именно в феврале этого года было отказано рекордное количество раз. Около 60 тысяч, и это только на официальных пунктах пропуска. За последние 10 лет, за которые доступна статистика, это рекорд с хорошим отрывом. Тоже эти самые люди, которым отказано во въезде на пунктах пропуска, ну, например, некоторые беженцы. Как вы знаете, во время коронавирусной пандемии по Title 42, например, некоторых не пускали и сразу отправляли обратно в Мексику. Впрочем, в общей статистике это совершенно небольшое число. Всего же за 10 лет на первом месте по количеству отказов во въезде, естественно, граждане Мексики. Почти четверть всех отказов. На втором месте граждане Филиппин. Пандемия к нам приходит. Да, именно так. В штате Баха, Калифорния, сфиксировано уже 3 случая заболевания оспой обезьян. По одному случаю в Тихуане, Мексикале и Инсенаде. Есть в Фейсбуке такая группа Тихуана 664. Группа не маленькая, 17 тысяч человек. Администраторы этой группы, помимо прочего, периодически постили детали различных насильственных преступлений, происходящих в городе. И в итоге, конечно, это не обошло и их стороной. В прошлую субботу они были убиты. Еще в конце июля в Тихуане, в районе Атая, случился пожар, что же горело 16 патрульных полицейских машин. Эксперты до сих пор не могут сказать, было это случайностью или намеренным поджогом. Но ситуация, конечно, интересная. Кстати, если вы собираетесь в Соединенные Штаты как беженец по ЛГБТ-линии, то у меня для вас хорошие новости. В описании под видео там много ссылочек. Вы там можете найти ссылку на Дениса, того самого, с которым у меня уже было пара роликов на канале. Он сам когда-то получил убежище по этой линии. И он постарается помочь вам каким-то советом. В случае надобности он может выступить вашим поручителем. Может дать контакты адвоката, который в свое время помог ему выиграть дело. И так далее. В общем, заглядывайте в описание под видео и обращайтесь к Денису, если это необходимо. Такие вот у нас сегодня новости. А я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. Всем пока. Она должна будет стать 9-ти. 9-ти? Она должна будет стать 9-ти метровой.